Новости Новости До этого Обама появился в Твиттер и смог установить рекорд мира по скорости сбора своих подписчиков – 1 миллион за 5 часов. Такое достижение даже зарегистрировали в Книге рекордов Гиннеса. Сообщает тебе НТВ.ру Группа молодых садоводов из Сан-Франциско называет себя «зелеными партизанами». Они нарушают закон, превращая декоративные деревья в плодоносящие. С помощью простого надреза живые черенки крепятся к уже существующему дереву, приживаются и становятся полноценной частью дерева. Движение под названием «партизанское озеленение» уже прославилось разбрасыванием на городских пустырях семенных гранат, елочных игрушек, начиненных смесью почвы и семян. На сайте «зеленых партизан» можно ознакомиться с миссией энтузиастов-садоводов. Мы прививаем фруктовые ветви на декоративных плодовых деревьях. Через некоторое время жители города смогут насладиться вкусными и питательными плодами. Мы хотим превратить городские улицы в продовольственные леса и хоть на шаг приблизиться к разгадке тайной природы. Передает мигстав.ру Зависимость от гаджетов может испортить семейную жизнь, заявил Папа Франциск на своей еженедельной аудиенции на площади Святого Петра, сравнив современных детей с пенсионерами. Понтифик часто говорит о важности укрепления семьи и уже провел трехнедельный сенот, где обсуждались соответствующие проблемы. Франциск уже подчеркнул важность вечерней трапезы для семьи, когда обсуждается счастливые и печальные события, происшедшие за день. Передает седмица.ру Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 25 ноября в 1712 году родился Шарль Мишель де Лепи, французский аббат, разработавший дактильную азбуку – язык жестов для глухонемых. В этот день в 1844 году родился Карл Фридрих Бенц, великий немецкий инженер первого в мире автомобиля на бензиновом двигателе. В 1868 году родился Николай Одинцов, редактор легендарного журнала «Баптист» в СССР 20-х годов, который передавался из поколения в поколение в христианских семьях. 25 ноября Польша отмечает праздник железнодорожника, Индонезия – День учителя, а Эстония – Кадрин день. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok